ДИСК ВОЛД НУАР 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 Давайте начнем попробуем с выхода. Подаркой был проход на улице Анка. Теперь небо. Вверх усыпальницы был открыт, так что можно было видеть небо. Не сомневаюсь, что порой отсюда открывался чудесный вид, но не в эту ночь. Ну почему? В эту ночь тоже, как я вижу, все достаточно красиво. Хоть и такой сильный дождь, звезд много видно. Это странно. Так. Также могилы. В Мавзолее Семиселачи было полно могил. Я, конечно, люблю небо, но на хлеб-то его не намажешь. И как я могу использовать это на небе? Действительно. Мы ничего не принесли в этот мир и с собой ничего не заберем, да? А это можешь использовать на небе? В общем, видимо, ничего не может использовать на небе, как насчет на выходе. Это можно использовать только как вход и выход. Я так думаю, что это для... Для всех предметов. Я пытался найти могилу термы, но это оказалось пустой тратой времени. Надо было быть большим специалистом в геральдике или генеалогии, чтобы хотя бы ориентироваться. Благородное семейство аккуратно пронумеровало своих покойников. Да, это оказалось не так просто. Но я так понимаю, что это просто, когда мы левой кнопкой нажимаем. Да. Видите? То есть это не запись из дневника так применяется. Чтобы ориентироваться среди всего этого. Кто-то чуть-чуть не дочитал. Так, ну в общем, мы можем безуспешно ночами бродить среди могильных камней, при этом ничего нужного нам не обнаружив. Пробуем предметы на могилы. Нет, тут как бы могилы, они, видите, инициируют заставку, чтобы мы не применяли хоть предмет, хоть... Хоть... Запись из дневника. Поэтому тут, видимо, пока все. Хотя у нас появилась новая запись, и давайте посмотрим на нее. Мавзолей Силачи. Я хотел выяснить, где лежит термо в мавзолее семьи Силачи, но мне нужен был кто-нибудь, кто хорошо знал это место. Вот сейчас надо будет найти его. Я знал улицы, но генеалогические деревья высшего общества были как женщины. Сложные и непонятные. Так. Пункт, о котором, собственно, можно со всеми говорить, его тоже попробуем применить на могилы. Ничего. А если на небо? Это всего лишь небо. Ничего больше. А небо это уже очень много. Куда еще больше? Это было только... Больше только галактики. Вселенная. Так. А теперь... А теперь выходим и пойдем, собственно, общаться со всеми в нашей новой записи, прежде чем мы отноведаемся в мастерскую Родана. Давайте с пристани. Господин Сгоплет. Который все еще здесь. Вы, случайно, не знаете мавзолея из семьи Силачи? Извините, ничего не знаю об этом. Так. Я думаю, здесь будет что-то подобное. Нет, у меня и несколько. У меня всего один вопрос. Здесь я был неточен в формулировке. Подумал. Льютон. Вы, случайно, не знаете мавзолея из семьи Силачи? Это не имеет ко мне отношения. Попрос-то не к тому, имеет ли к тебе это отношение. Так, дальше... Можно сходить... Давайте сначала в кафе Анг. Здорово, опять же. Здорово, вы. Так. Вы, случайно, не знаете мавзолея из семьи Силачи? Боюсь, что с этим я ничем помочь не могу. Ильза. А ты? Вы, случайно, не знаете мавзолея из семьи Силачи? Сожалею, Льютон. Но я ничего не знаю об этом. Можно было к ней как-то не настолько официально обращаться, но... Везде один вопрос. Разработчики решили поместить. Что касается этой темы... Сэмюля пока не отвлекаем. Кстати, если вот так тебя попробуют лечь, ну-ка. Я могу поговорить с ним позже, когда он освободится. Главное, чтобы темы еще в дневнике посохранялись, а то пока он освободится, мы уже все повыясняем. Так, давайте в попугай, потом в псевдополис, и потом в мастерскую пойдем. Я вернулся, и я вижу. Вы, случайно, не знаете мавзолея из семьи Силачи? Нет. Нет. Да, вообще, не грамма информации, а... об этом. Все, с ней больше нельзя разговаривать. Да как так-то? А ну, давайте перезайдем. Можно, кстати, попробовать применить мавзолей. Вот так. Вот это, простите за это, конечно. Сам не хотел, не ожидал. Не ведал, не гадал. И вдруг... Вот, кстати, опять здесь запарился. Льютон, ну что такое? Так. О, сапфира. Так можно. Ну, давайте хотя бы так. Вы, случайно, не знаете мавзолея из семьи Силачи? Ничего не знаю об этом. Ну, вообще, занятно, что... О, вот теперь ее можно выделить. Я не знаю, может, это какой-то баг был. Может быть, опять же, из-за десятки. Ну, ладно. Можно, опять же, поговорить из меню, но я думаю, что тут все так же. Да, ладно, хорошо. Последняя локация. И идем в мастерскую. Привет, тебе снова, Шноби. Привет. Вы, случайно, не знаете мавзолея из семьи Силачи? Оставь меня в покое, Льютон. Я ничего не знаю. И вот тут я подумал, что он что-то про это знает. Такой прям ответ странный, странный. Словимся, словимся. Так, видимо, что-то он про мавзолей точно знает. Все. Мастерская. Новая локация. Родан. Статуя. Так. Начнем с входов-выходов. Как и в большинстве зданий, дверь в мастерской Родана открывалась на улицу. Если бы это было не так, проникнуть внутрь, было бы не так просто. Но мы бы нашли способ. Надо строить здания без дверей, чтобы проникнуть в них было не так просто. Но способы проникновения оставлять. Так. По поводу этого он ничего не говорит. Статуя. Все, что я знаю о статуе, это то, что она была в процессе изготовления. Родан. На первый взгляд, Родан выглядел как типичный скульптор. При ближайшем рассмотрении он оказался просто заморышем. У меня не было причин воровать статую Родана. Вообще, достаточно интересный факт, что в квестах часто очень есть какой-то скульптор. Ну, или деятель искусства. Вот сразу, что на ум первое приходит из тех квестов, что есть на канале. Квест Still Life. Там был художник Акерман в своей мастерской, помните? Квест Run Away, я о нем уже говорил. Там был Сатурн, скульптор, который прозвал главного героя ББ. И, ну, действительно часто есть какие-то скульпторы в квестах. Хм. Почему так? Я не против этого, просто есть... Есть такое дело. Так, теперь со статуей мы применяем на нее сначала предметы. Интересная, но очень глупая идея. Согласен. Зато она полезна в том, что мы слышим твои реплики. Я не собирался разбить творение Родана. Так. Теперь на выход. Это можно использовать только как вход и выход. Так, я так понимаю, что если мы сюда применим, то он просто пойдет туда. Да. Ух ты! Посмотрите, это мало хит. Для какой. Слушай, давай потом я к тебе вернусь. Сейчас мы с Роданом поговорим. Здоровенный. Вот, дядька указывает, что он там. Видите, какой. Так, Родан. Ну, давай поговорим. Ты же Родан, не так ли? О, это, похоже, тот... А-а-а-а-а. Я знаю этого. Вертится на языке. Не торопись. Э-а-а-а-а-а. Да. Да. Я... 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 Я думаю, что... Родан это я. Как я могу в этом убедиться? Меня не спрашивай. Я болел, когда в школе проходили философию. Ты должен постичь форму в глубине Почему? Знаешь, я не помню Как интересно В смысле? Я уставился на скульптуру, над которой он работал лицом к лицу с искусством Мы шаркаем ногой и извиняемся Мы говорим, я немного знаю об искусстве Но я знаю, что мне нравится Большинство знает Я даже не могу сказать, что знаю, что мне нравится Но дело не в этом Дело в том, что если ты знаешь, что нравится И что хорошо по отношению к выпивке и женщинам Также, что же плохого в том, чтобы Думаю, людям не нравится, глупо выглядеть Лично я думаю, что искусство существует для людей, которые ничего не понимают в арифметике Тебе это нравится? Ну, я немного знаю об искусстве Иногда я могу быть таким трусом Вы можете немного больше узнать об искусстве, друзья И о том, что компьютерные игры это искусство Если будете смотреть Виртуозилла Game World А мы начнем общаться с Родданом Так, значит ты скульптор Да, это из тех NPC, которые полчаса будут анимироваться перед тем, как отвечать Ммм, да Я достаточно уверен, что да Хмм Что-то вроде этого Однако Почему-то мне кажется, что просто поболтать с тобой непросто Хорошая, хорошая оборот Мне кажется, что просто поболтать с тобой непросто, да По предметам пройдем Так, то же самое Это говорит вам о чем-нибудь? Посмотрите, как долго происходит анимация, прежде чем он ответит Эмм 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 Это так знакомо Эмм 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 Роддан не слишком хорошо помнил детали Такие, как его имя, или мое имя, или какой-то был год Мда, ничего внятного Вы можете это прочесть? Эмм Эмм Я действительно думаю, что ничего об этом не знаю Так Хорошо Он очень напоминает персонажа из Готики 2 А какого? Это задание вам Написать, если кто-то Узнает его в нем Начнем с мавзолея Можешь рассказать мне что-нибудь о мавзолее Силачи? Вот так, когда становится, смотрите, похож А-а-а-а Мавзолей Мм Место, где семья Силачи хоронит своих мертвецов Место, где хоронят Место погребения Мм 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 Господствующая равнина, ясно помеченная формой, направлена к тебе Вся жизнь поднимается из центра, увеличивается в пределах внешнего мира Ммм Мм 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 Можешь рассказать мне что-нибудь о мавзолее? Нет Нет Простите Да Завернул снова Философский тезис Абсолютно Пустой для нас сейчас В нашем деле Мадам Железняк А вы слышали о тролле по имени Мадам Железняк? Мадам Железняк Мадам Железняк Источник всеобщего утешения Утешение Ммм Утешение следует замечать, а не выделять Установление поездок утешения – это главное Ох Надеяться Дрожать Напиваться Вот жизнь человека среди имперских артистов В этом нет смысла Простите Знаешь ли ты кого-нибудь по имени Термо? Ммм Откуда вам это известно? С Роданом было легко потерять терпение Каждый новый день заставал его врасплох Ты знаешь тролля по имени Малахит? Малахит Ммм Малахит Звучит знакомо Маак mum В свое время Я думаю Он работает на меня Или работал на меня Эм… Нет Я думаю он все еще работает на меня Посмотри он там мы кстати его там уже заметили туда перешел выглядит он устрашающе так теперь пойдем в дело понеделя ты знаешь что-нибудь про человека по имени понедель откуда вам это известно с родом нам было легко потерять терпение каждый новый день заставал его врасплох знаешь ли ты что-нибудь о милке это так знакомо родан не слишком хорошо помнил детали такие как его имя или мое имя или какой-то был год до тяжеловато с ним в этом смысле так давайте убийство ты случайно не знаешь ничего об этих недавних убийствах не так ли убийство это когда людей убивают нет ничего об этом не знаю прости наверное знает так карлота что ты знаешь про женщину по имени карлота ммм откуда вам это известно с родом нам было легко потерять терпение но понятно то же самое ты что-нибудь знаешь про гнома по имени аль-хали аль-хали сказал от этого дела отвали иначе откуда вам это известно ну то же самое собственно или за и два каштана вы случайно не знаете ильзу или два каштана понятно то же самое так думаю что здесь все будут такие его ответы ты знаешь тролля по имени малахит малахит звучит знакомо да то же самое в общем то и про термо думаю тоже будет то что мы уже видели да окей ну на этом прощаемся наверное тебе лучше вернуться к работе как будто он от нее отвлекался он даже не попрощался я все стоял ждал дуба что же он скажет он просто вернулся к работе надо попробовать на статую применить допустим вот это насколько я мог судить это не имело отношения к статуе так как насчет мавзолея как странно работают мои мозги но это в каком смысле в том что он делает бюсты на надгробие мавзолея я об этом подумал что он может быть делал какие то на гробе я понятия не о как она выглядит она вполне могла выглядеть и как статуя уже держался статуи интересные эти детали так ну вот про статую это видимо насколько я мог судить это не имело отношения к статуе карлота похоже на статую хорошо так пойдем дальше к троллю про выход есть какая-то реплика нету мало хит и абордажный крюк ну давайте с крюка по какой-то причине рядом с мало хитом на полу валялся абордажный круг крюк я не заинтересовался бы этим даже если на стене напротив было большими буквами написано ключ к разгадке почему же тогда мы можем с ним взаимодействовать даже и не знаю почему я решил что защитие абордажный крюк будет легче чем поговорить с мало хитом это было не так первая мысль которая у меня возникла мы можем его использовать там помните окно вот то на высоте где он говорил мне нужна чья-то помощь будет вот крюк там мог бы помочь просто забирать что-то у мало хита не было никакой возможности он и носом бы не повел прихлопнув меня как муху так хорошо я все еще хотел получить то что было у мало хита но не имел ни малейшего представления о том как не убедить его отдать это по несколько раз можно взаимодействовать с крюком я думаю что мне нужно найти какой-то способ чтобы заполучить этот крюк хорошо и вот например мало хит ясно мало хит был самым огромным троллем из тех что я когда-либо видел на самом деле мало хит был вообще самым большим существом какое когда-либо видел да еще и самым тупым каменный голем так начнем знакомство сейчас еще раз да теперь начинаем тебе нелегко найти тебя нелегко найти тролль мало хит ты мог бы сказать что-нибудь ладно тогда говорить буду я как дела мало хит ладно об этом наверное тебе тоже не хочется говорить ты здесь сейчас живешь наверное об этом ты тоже не хочешь сейчас говорить слышал какие-нибудь новые шутки сколько тролли нужно чтобы сменить лампочку подсказать тебе да не особо мы с ним поговорим я так понимаю а вообще он не человек вообще непонятно он захочет с нами говорить или это просто будет бить ее головой о каменную стену это говорит вам о чем-нибудь малахит выслушал меня но ничего не сказал он не был что называется королем остроумия вы можете это прочесть я не знаю я ничего не знаю я не знаю почему именно на эту бирку он отреагировал не сказал например что ничего не знает об обрывке хаааа тоже что те знает возможно так ладно хорошо начнем наверное с убийств Вы что-нибудь знаете о недавних убийствах в Ангморпорке? Малахит выслушал меня, но ничего не сказал. Он не был, что называется, королем остроумия. Контакты и подозреваемые. Что ты знаешь про женщину по имени Карлотта? Малахит был разговорчив, как мертвец, и только немногим более привлекателен. Ты что-нибудь знаешь про гнома по имени Аль-Хали? То же самое. Вы случайно не знаете Ильзу или два каштана? То же самое. Не было смысла задавать Малахиту вопросы о нем саму. Он вряд ли сказал бы что-нибудь полезное. Честно говоря, вряд ли бы он вообще что-нибудь сказал. Похоже, что пробить его можно только зубилом. И если бы ты мог мне рассказать о Терме что-нибудь, что помогло бы мне найти ее, это было бы просто прекрасно. Терма. Найди Терму. Да, это я знаю. Мне нужны какие-нибудь намеки, если я собираюсь найти ее. Найди Терму. Малахит не очень-то помог, но он был высоким и страшным, так что, наверное, каждому свое. Так, дело одно и второе. Ты знаешь что-нибудь про человека по имени Понидель? То же самое. Знаешь ли ты что-нибудь о Милке? Малахит выслушал меня, но ничего не сказал. Да, так же. Дело Термы. Понятно. Окей. Мадам Железняк. Не люблю приносить плохие новости, но мне кажется, что Терма мертва. Ее дом разрушен. Ее нет уже какое-то время. Ты собираешься что-то сказать? Нужно увидеть тело. Тело? Найти Терму. Нужно увидеть тело. Ладно, тело. Никаких проблем. Черт. Тебе известно что-нибудь о Мавзолее Стелачи? Аллоу. Может быть сейчас именно тот момент, чтобы принять отсутствие ответа за ответ? Ну, самый неразговорчивый пока из всех. Что ж, с тобой всегда приятно поговорить, Малахит. Иронично, да. Теперь даже не знаю, что делать. Ничего нового мы не получили. Никакая локация новая у нас не открылась. Я в таких случаях думаю, может быть, сходить в офис. Записка. Опачки. Я сразу увидел, да, ее на этом. На полу. Вот вообще в этой игре, да, если не знаете, что делать, сходите в офис. Помните, мы гнома тут обнаружили. Теперь записка. Это Карлотта подсунула записку под дверь. Льютон, мне необходимо повидаться с тобой и узнать, как продвигаются наши дела. Приходи в замок фон Убервальдов на улицу Лунного пруда. Карлотта фон Убервальд. Так, Карлотта член семейства Убервальдов, одного из самых богатых и консервативных в городе. Теперь понятно, почему она предложила такую большую оплату. Правда, это не объясняет, почему она так и не заплатила, но я могу и подождать. По крайней мере, пока не надо относить арендную плату. Да, я тоже почему так прочитал Убервальдов, потому что я удивился. Почему она об этом сразу не сказала? Я нажал на записку правой кнопкой, но он сразу ее поднял. То есть, каких-то дополнительных описаний о ней, видимо, не было. Разве что, кроме того, чтобы попробовать применить на нее сразу предмет какой-нибудь. Но я это сделаю, как мы эту часть завершим. Если что-то будет интересное, я вам в подшивке это покажу. А сейчас смотрим, что мы имеем. Новый предмет в инвентаре. Приглашение. В приглашении было сказано. Льютон, мне необходимо повидаться с тобой и узнать, как продвигаются наши дела. Приходи в замок фон Убервальдов на улицу Лунного пруда. Карлота фон Убервальд. Вот так. Сейчас надо показать вначале всем эту записку. Может, она еще кому-то такие же раздала. Музыка просто мне так нравится. Так, ладно. Может быть, давайте сделаем сохранение. И пойдем теперь всем покажем ее. Где у нас эта локация? Вот она. Замок фон Убервальдов. Замок фон Убервальдов. Кстати, отсюда можно, да, что-то попробовать на локации и попримерить? Наверное, нет. Но я всяческие вещи пытаюсь... О! Можно! Интересно! Я не мог сосредоточиться и хорошенько подумать, находясь на улице. Вот так. Ну, хоть какую-то еще реплику, но добыли. Здесь я стащил лом. Во! Уникально. Так, значит, все, пробуем. Я не мог... 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 Я нашел его здесь. Так, главное по замку не кликнуть. Один раз, а то мы туда зайдем. А я еще хотел со всеми поговорить о приглашении. Ну, я сохранился, так что... Нормально. Про это я думаю, что так же будет. Я нашел его здесь. Да. Остальное все, видимо, так же. Да, то есть, чтобы получить какую-то интересную реплику, можно применять предмет на локацию, где мы его взяли. Вот, например, приглашение было подложено под дверь. Да. Ну, а дальше... Так же. Все, давайте поговорим со всеми об этом приглашении, прежде чем отправимся на встречу с Карлотой. Карлотой. Господин Скоплет. Не знаю, почему я подумал, что должен показать приглашение Карлотой. Немного поразмыслив, я понял, что это было совершенно не нужно. О, что мне подсказывает, что во многих местах будет такой ответ. В любом случае, нам надо это проверить. Ну, да. Надеются, что хотя бы кому-то... Он это покажет. Я вас знаю. Ну, вот опять. Это когда второе, мы подходим. Так. Привет, Малахит. Нет, не говори ничего. Я знаю, как тебе нравится говорить, но я просто ненавижу звук твоего прекрасного голоса. Так. Сюда не хочет. Да, это личное приглашение, поэтому... Вполне... Логично, что он... Не показывает его никому. Я вернусь. Все. Так, так, хорошо. Собственно. Мне так нравится, что ее нельзя выделить теперь, когда мы заходим. Только вот... Каким-то итемом. Уже итемом нельзя. Да, погоди ты. Тогда нужно ее активировать, как там, блокнотом. Давай. Нет. Ее теперь и так даже не достанешь. Странно. Ничего, не пойму. Это реально какой-то баг? Или это так задумано? Что я и в прошлый раз говорила с блокнота про мадам-железняк? Или про мавзолей? Нет. Нельзя. Да, интересно. Ладно. Остается всего несколько локаций. Остается всего несколько локаций. Так. Будь может мне потребуется охрана? Так что пока вашему приглашение. Нет. Не хочет. Все. Никому. Никому он решил не показывать приглашение. Значит. В замок фон Убервальдов. Ну. Такая интересная локация. Такая интересная встреча. Повторная встреча с Карлоттой. Все это уже в следующей части, друзья. Я возвращаюсь в офис, чтобы сохраниться и попрощаться с вами совсем на коротенький промежуток времени. Мы скоро продолжим проходить Диск Волд Нуар на Виртуозилла Гейм Волд в восьмой. Почему в восьмой? Потому что это я хотел... Подумал о восьмом сохранении. Но не в восьмой. В шестой. В шестой часть с ним продолжим. Конечно и восьмая будет. Но шестую и седьмую тоже посмотрите. В общем. На сегодня все. И до новых встреч. И вот подшивка, друзья. Действительно, если применить предмет на записку, будет реплика. Это не имело отношения к приглашению. Проверим все предметы. Так. И потом посмотрим... Кстати, можно предметы в инвентаре совмещать? Вот. Еще. Смотрите. Какие реплики? Значит, я не собирался класть это в кошелек. Это не могло сильно повлиять на лом. Это не имело отношения к кусочку картона. А что если, например, так? На бирке был упомянут пирс номер пять. Это не имело отношения к кусочку картона. Так, хорошо. Подожди. Давай еще. Вот так. Это не могло сильно повлиять на лом. Номер пять. И тогда мы можем даже... Мы можем даже переставлять предметы в инвентаре. Так, теперь попробуем еще реплику из дневника. Я бы выбрал, например, саму Карлоту. Вот сюда. Если считать, что приглашение Карлотта писала сама, то это был ее почерк. Я думаю, что это вот такие реплики, которые 90% игроков вообще никогда даже не пробовали получать. Это не имело отношения к приглашению. То есть, видите, даже одна реплика из дневника, вот чисто если Карлоту выбрать и применить здесь на записку, она имеет какое-то уникальное описание. Это так мне нравится. Вот возьмем... Давайте еще возьмем понеделя. Это не было никакого значения. Хорошо, теперь я попробую поднять ее левой кнопкой. То же самое, что и правой. Ну и я думаю, что если мы из дневника попробуем посмешивать ее с чем-то, то будет... Да, то же самое. А вот если мы сейчас на нее что-то применим, то будет, видимо, то, что... Было бы, если бы мы как только что на полу применяли, да? Да, да. То есть, можно и вот здесь эти реплики получить. Ну вот такая подшивка, друзья. Все. До следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок